В эфире программа «Алматинские истории». И в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о здании, которое является символом в городе Верном, Алма-Ате и Алма-Аты. Вот какое впечатление произвел Вознесенский собор на писателя Юрия Домбровского, впервые оказавшегося в Алма-Ате в 1933 году. Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом, высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш, с колокольницей, с лестницей, с целой системой лестниц, переходов, галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново 50 лет тому назад уездным архитектором. 26 сентября 1903 года в Пушкинском саду, сейчас он носит название «Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев», прошла закладка храма. Строили его с 1904 по 1907 год. Но до сих пор вызывает множество споров один вопрос. Насчет архитектора собора – это тоже одна из тайн. Люди спорят, кто все-таки является архитектором собора, поскольку в имеющихся документах есть разночтение – или это Борис Оглебский, или это Андрей Павлович Зинков. На самом деле Вознесенский собор – плод коллективного творчества. И авторами первоначального проекта являются московские архитекторы Сергей Константинович Тропаревский и Константин Аркадьевич Борисоглебский. К тому времени они уже участвовали в проектировке нескольких московских храмов и в Верной приехали на подработку. Впрочем, Тропаревский и Борисоглебский разрабатывали собор лишь на бумаге, ибо в 1902 году, за несколько лет до начала строительства собора, они покинули Семеречи. А вот доводить проект до ума действительно пришлось Андрею Зинкову и Полю Гурде. Там применялись осколбы, болты, стяжки. То есть конструктивно, да, здание построено без единого гвоздя. Однако это не является чем-то удивительным, поскольку все деревянные здания строятся без гвоздей. Разрушительное землетрясение, случившееся в январе 1911 года, стало серьезным испытанием для нового храма. Собор устоял. Лишь слегка просел юго-восточный угол колокольни, согнулся крест, выбило стекла из окон. Существует история о том, как во время землетрясения Андрей Павлович Зинков первым делом побежал в парк посмотреть, стоит ли его творение. И когда увидел, что собор устоял, радовался как ребенок. Это был январь месяц. Он выбежал в одном из подням на улицу, добежал к парку, увидел, что собор стоит, и с криками «стоит, стоит!» Побежал домой. Естественно, люди думали, что человек от землетрясения, что-то у него с головой. Но это действительно была победа. Это была победа, поскольку в строительстве собора были использованы совершенно уникальные на тот момент технологии. До 1927 года Вознесенский собор использовался по назначению. Потом в нем разместился Музей истории религии и атеизма. На входе поставили памятник Сталину и Ленину. С самого начала 30-х Андрей Павлович Зинков был еще жив. И он, так сказать, начал сотрудничать с советской властью. Это спасло собор. Тут был настроен второй этаж и настроен не кем-то, а самым автором здания. В 1929 году Андрей Павлович пишет письмо обращения к руководству Новой Советской Республики. С просьбой передать этот собор, вернее, открыть в нем музей. Музей, что позволило бы сохранить это историческое здание. Но это было в советское время. Естественно, надо было где-то приспосабливаться в новое время, в новой информации. И что государство лучше позаботится об этом помещении. После революции собор постигла печальная участь, как и тысячи других культовых заведений. Церковная утварь была разворована. Созвонницы, сброшенные колокола, уничтожен прекрасный резной иконостас. Колокола скинули. Самый большой колокол весил около 4 тонн. И причем его, по всей видимости, хотели разбить. Если внимательно глядеться в сохранившуюся фотографию, на которой невысокий человек в очках стоит возле этого колокола, то видно, что на этом колоколе имеются следы сверления. То есть думали, что он по вот этой линии сверления расколется. Но колокол не раскололся. В то время в городе не было металлолитейных заводов, способных расплавить колокол. Разбить его тоже не смогли. В архиве также не сохранилось описание, что с ним произошло. Остались лишь версии. Его либо закопали в землю, либо действительно вывезли в тот же Ташкент, где были такие заводы, либо, как вот тут есть версия, закопали где-то по Ташкентскому тракту, потому что тяжело было везти в любом случае, где находится колокол. Сейчас, я думаю, вряд ли кто вам ответит. В 1930 году в здании собора была размещена радиостанция. Теперь отсюда вещали о достижениях советских тружеников. В 70-е годы знаменуются всплеском общественного интереса к памятникам истории и культуры. Так, в 1976 году Свято-Вознесенский собор был отреставрирован. Фонды находились на этих, в той стороне, на каких-то башенках. И мы поднимались буквально вот по вертикальным лестницам. Там был фонд фотодокументальный, фонд был так и так далее. Там были подвалы, в которых была и библиотека, мы видели. К сожалению, это здание тоже, по-моему, горело. Его не горело, оно его затапливало, вот этот собор. Это были тоже, нам рассказывали наши старшие сотрудники. С 1985 года Центральный музей Казахской ССР переехал в новое здание. В соборе разместился концертно-выставочный павильон. В итоге, только в 1995 году, в постановлении правительства, решение президента, собор был передан в бессрочное, безвозмездное пользование православной церкви. В 2003 году была выпущена почтовая марка с изображением собора. В 2007 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монету кафедральный собор номиналом в 500 тенге из серебра. Представить себе Алмату беспоразительного, свято-вознесенского кафедрального собора попросту невозможно. Он не может не покорить сердце всякого, кто видел его однажды. Это была очередная алматинская история. В следующих программах мы расскажем вам не менее интересные факты о нашем городе и людях, живших в нем. Редактор субтитров А.Семкин